Как устроить из запланированной встречи цирковое представление? Ответ знают ульяновские коммунисты. Сегодня главная площадь города превратилась в настоящее поле брани. Первоначально ровно в полдень у памятника Ленина была запланирована встреча представителей коммунистической партии и областного правительства для урегулирования вопроса по перименованию площади Ленина в Соборную. Однако, что-то пошло не так, как ожидалось. Несанкционированный митинг начался в 9 утра. На площади начали собираться люди в красных куртках. Как оказалось, 80% из всех собравшихся – вовсе не ульяновцы, а по их собственным словам – туристы из Пензы, Самары и Саратова. Приехали для того, чтобы сказать, что это не за счастье. А мы из Пензы. Мы за счастье не за счастье. Мы за счастье не за счастье. Мы за счастье не за счастье. Давайте поднимем. Сколько людей здесь из Ульяновска? Поднимите руки. Кто из Ульяновска? Мы. Здесь сейчас еще из Китая проедут. Из Пензы сколько человек? Давайте еще походим. Была в детственной экскурсии. А вам, как кажется, идея для ульяновска? Абсолютно абсурдная. Тут много уже было сказано. Возьмите оттуда обоснования. Мы здесь неоднократно были туристами. У вас очень красивый, чистый город. Нам очень нравится. По словам ульяновских активистов, гости города приехали в Ульяновск вовсе не участвовать в политических акциях, а смотреть ленинские места. К нам приехала как раз делегация из других регионов России. То есть посмотреть на наш исторический памятник, на памятник Ленину, посетить площадь Ленина. Ситуация не была бы столь комичной, если бы не два огромных подъемных крана, которые коммунисты подогнали прямиком к памятнику вождя мирового пролетариата. Уже само по себе грубое нарушение правил дорожного движения и в то же время неуважение к обычным пешеходам, которые оказались в эти минуты в центре города. Добавим, что асфальт, уложенный на площади, не рассчитан на большие грузы. На этом коммунисты и их сторонники не остановились и приковали себя толстенными цепями к кранам. Причина столь яростного проявления своей гражданской позиции оказалась проста. Собравшиеся требовали вернуть площади имя Ленина. По всей вероятности, автокраны должны были им в этом помочь. К митингу привлекли даже совсем юных граждан. Судя по внешнему виду, парням нет и 18-ти. Поговорить с митингующими выходили заместитель председателя правительства Андрей Тюрин и исполняющий обязанности главы администрации города Вадим Андреев. Диалог откровенно не получилось. Вкрикивая стандартные лозунги, диктуя свое мнение, митингующие не слушали и не давали сказать. К более спокойному и конструктивному разговору стороны пришли лишь спустя несколько часов. Лидеры коммунистической партии переговорили с представителями правительства наедине. Появилось другое мнение, которое требует внимания. Но если уж говорите внимания, ну точно, наверное, не такими противоправными действиями, как там происходит сегодня. Это точно ни к чему. Тем более, когда запланирована нормальная цивилизованность. Грубо нарушили 54-й федеральный закон о митингах, демонстрациях и шествиях. И это и пытались донести до митингующих, как администрация, так и полиция. В ответ только упреки и крики. Данные мероприятия не согласованы. На все встречи с депутатами также подлежат уведомлению в администрацию, в органы местного самоправления и соответствующее согласование. Данных мероприятий не было сделано. Тем самым, лица, организовавшие данные мероприятия, должны быть привлечены к административной ответственности. Просьбу полиции покинуть площадь в течение 30 минут участники незапланированной акции благополучно проигнорировали. Дальнейшее развитие событий смотрите в нашем следующем материале.